60-е годы 20 века. Десятилетие, когда глобальная термоядерная война была не просто вероятной. Многим она казалась неизбежной. Главные противники в холодной войне, СССР и США, целенаправленно готовились к ядерному апокалипсису. Перед Министерством обороны СССР стояла конкретная задача – обеспечить прикрытие важнейших объектов сухопутных войск от ракетных ударов. Необходимо было создать универсальный зенитно-ракетный комплекс, способный сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и ракеты баллистические. Таким комплексом, по замыслу конструкторов, должна была стать система С-300В, созданная как модификация знаменитого зенитно-ракетного комплекса С-300. Буква «В» в названии означает «войсковой». Слово «войсковая система» говорит уже о конструктивных особенностях этой системы. Система должна преодолевать по бездорожью, по любой местности, выходить на нужные позиции. Должна перевозиться любыми видами транспорта, включая воздушные. Железнодорожные укладываться в железнодорожные габариты, отведенные 0,2Т. Быстро разворачиваться с марша в боевую готовность, примерно 5 минут, без подготовки позиции. С-300В С-300В размечается на гусеничной базе танка Т-80, что обеспечивает ее маневренность и проходимость. Главным разработчиком зенитно-ракетного комплекса стал научно-исследовательский электромеханический институт. Главным конструктором Вениамин Ефремов. Разработка С-300В проводилась в два этапа. На первом создавалась система для борьбы с аэродинамическими целями, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами типа «СКАД» и «ЛАНС». Успешные полигонные испытания прошли в 80-м-81-м годах. Уже в 83-м система была принята на вооружение. Спустя 4 года дошла очередь до второго этапа. Его основной целью было создание системы, способной поражать американские баллистические ракеты типа «Першинг», а также самолеты противника на расстоянии до 100 километров. Спектр поражаемых целей, заданных в систему 300В, от баллистических ракет, аэробаллистических ракет до авиации, крылатых ракет. То есть весь спектр средств воздушного нападения эта система поражает. Цель, летящая в интервале высот от 25 метров до 30-35 километров высотой. Это вот отличие еще баллистических целей от авиации. Очень малая отражающая поверхность. Но если вот взять самолет там МиГ-21, то там отражающая поверхность 2 метра, МиГ-29, 5 там метров. А вот отражающая поверхность баллистической цели 0,05 метра. То есть в сотни раз отражающие поверхности. И при этом мы должны обеспечить хорошие зоны поражения и оброняемые площади. Ведь средства защиты от ударов баллистических ракет характеризуются именно оброняемые площади. В 1988 году войсковая С-300В была принята на вооружение ПВО сухопутных войск в полном комплекте всех своих средств. Каждый зенитный дивизион состоит из командного пункта, двух РЛС секторного и кругового обзора, а также четырех зенитных батарей. Высокие боевые возможности и мобильность зенитных ракетных систем С-300В неоднократно были подтверждены в ходе учебно-боевых стрельб и специальных учений. Система обеспечивает поражение самолетов первой же ракетой, а баллистические ракеты уничтожаются не более чем двумя. Нужна обнаруженческая система, секторные станции обнаружения, которая обращалась к цели раз в секунду. И вот такая система была создана. В С-300В такой системы не было. Принцип поражения баллистической цели. Независимо от углов подхода к баллистической цели, нужно, чтобы осколочное поле всегда накрывало носовую часть. Изначально С-300В создавалась как общевойсковая модификация унифицированной зенитно-ракетной системы С-300. Однако в результате получилась самостоятельная система с необычайно высокими характеристиками. Важнейшее достоинство войсковой С-300В в том, что она обеспечивает не только противосамолетную, но и противоракетную оборону. Имея в своем составе необходимые радиолокационные средства и два типа ракет-перехватчиков, С-300В способна поражать все типы баллистических ракет с дальностью пуска до 1100 километров. А ее последняя модификация Антей-2500 до 2500. Ничего подобного у американцев до сих пор нет. Широко известный Патриот никогда не дотягивал до уровня С-300В. Между тем, Пентагон не жалеет ни сил, ни средств для создания системы, аналогичной российской. Удастся ли это американцам, покажет время.